Андрей Анпилов Михаил Кричеров, Минск Михаил Кокпачев, Иерусалим Михаил Кричев, Минск Михаил Куренов Михаил Кричев, Минск Разверным Из-под небесного высока до века Спешат друзья мои по радости, по горести Спешат званые без спрос, без звонка Моями, реками, горами, перевалами Кутями, влеченными, дорогами любви Они спешат ко мне и стали, и малые Мои сердечные, любимые мои Кто налегке из них, кто с сестрами, кто с женами Как говорят полыне, кто во что выраст И невыносимые, положенные, влюбленные Иные, Господу, иные миспуть подаст Да будут древеневаты, да тот для всех открытый Вин, да будет на столе и хлеб, и виноград Да будем вместе мы живые и забытые Да будет, Господи, никто не виноват Зачем собрались мы, не спрашивай, не спрашивай Как я живу, нету меча, нету меча Что ж, помолчим, а то мосек затянем нашим Да нам пора уже, пора уже прощать Вот так вся ж вышельная вспомнится, забудется То вдруг найдется старый друг, то пропадет То загорится сердце наше, то простудится То прилетит вдруг добрый ангел То придет из деревень, из городов, сел и волостей Из спада небесного высоко далека Спешат, друзья мои, по радостям, по горестям Спешат названные без спроса, без звонка То, что появилась эта вторая весть Это, наверное, все-таки не была ошибкой Но вот все эти 20 лет, оно где-то на сердце там сжужало, стучало Почему-то мне казалось, что лет в фрагу Она столько энергии, столько сил положила, столько любви Любви, конечно, любви положила в сторону нашей деревушки, в которой мы живем Но тогда, по-моему, я там своих песен дала одна или две И большое, на самом деле, счастье, что она вот в этих страницах Я хочу сказать, что у вас была такая требовательность высокая вообще К политическому слову Ну, так сложилось Это не была какая-то вредность Так сложилось И на самом деле не думаю, что это какая-то с ее стороны обида Да нет, обида Но действительно, действительно За эти годы появилось столько замечательных песен у Лены Что не войти в состав участников она просто никак не могла Просто не могла, конечно, да И там в Москве у нас 27-го аналогичное мероприятие Там будет и Лена, а Женя Жилкова приедет из Риги Я знаю, что Лена подготовила огромнейший сюрприз Неожиданный для всех У нас много друг другу разных посвящений У меня три посвящения деления Вот одну я попробую спеть Изучай промысланную речь Всяк язык понимай с полуслой Скоро в длину виноградному течь Снегу падать с небес и иконы Свету белым талой звезде Не спадать, не сходить из чертога Все от Бога стремится к тебе Все смеясь, разлучается с Богом Чтобы каждое утро могла Невесомому телу посушена тень твоя Расправлять два крыла И повязать под музыку пастушью В круг зимы хороводы водить Дивным пением оттягивать сроки Для того, чтобы сметь посоветить В вечной музыке руки И однажды увидеть в ответ Как безмолвно срывая печати С неба падает, падает, падает Свет на твои дневники и тетради С неба падает, падает, падает Свет на твои дневники и тетради Свет на твои дневники и тетради Спасибо большое! Мы уже услышали голос настоящего живого Строцева Он главный идеолог вот этих двух наших проектов И я, Дим, приглашаю тебя сегодня. Я, как, наверное, и все участники нашего округа, с большим волнением, трепетом смотрел эти старые записи. И как-то опять думал о том, как же мы все все-таки встретились, настолько мы все разные. Но, может быть, это и есть то, что нас собирает, это вот наша разность. И не то, что в притяжении противоположных зарядов, да, разных зарядов, но, конечно, интерес к другому. К другому и в творческом, и в личностном плане. Ну и поэтому надо соответствовать, я постараюсь опять-таки быть тоже дружным немножко. Хлебников наш учебник, собор трав лечебных, только нас не любили, учителя убили. Мы, дети, собираем жуков для тебе, дядя В. Хлебников, мы к нему ручьи. 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 Коль из угла выходит. Смотрит в огонь вишневый с заспанными глазами. Он на лету хватает. Все, что рука, выводит. И до конца не знает, что в тишине сказали. А вот еще такая очень давняя песенка из триптиха, посвященного Ленине Фроловой. Кто знает, подпевайте. В подземелье на черном полу моя белая мама сидит. И на бедных прохожих людей без обиды и страха глядит. Кто копеечку ей подает, не твурушник, уже и злодей. Моя белая мама поет для хороших прохожих людей. Я играю у маминых ног, я как мама и светел и наг. И на плечи прохожих людей опускается ласковый снег. Кто копеечку нам подает, не твурушник, уже и злодей. Моя белая мама поет для хороших прохожих людей. В подземелье на нашем полу мы еще посидим, посидим. Утешая прохожих людей, а потом мы пойдем, пойдем. Моя белая мама поет для хороших прохожих людей. Кто копеечку нам подает, не твурушник, уже и злодей. Моя белая мама поет для хороших прохожих людей. И еще одно посвящение Лене Казанцевой. Надеюсь, я его вспомню. Сделай из меня лодку, легкую и простую. И отпусти с Богом, пусть мной играют дети, ветер и все такое. Или же пусть послужит славу, как улыбка у тяжелого больного. Спасибо. Я сейчас хочу позвать микрофону. Аплодисменты. 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 — Я хотел только добавить, что мы не только дружили, но и учились друг у друга. И это было, в общем-то, люди пришли не из разных специальностей, из разных городов, из разных жизней. Нам было очень важно более заинтересованных и таких требовательных, и важных слушателей у нас не было. Поэтому это было очень важным составляющей творческой мастерской, которое очень много из того, что потом получалось, благодаря этому и что-то складывалось. Что ж ты, мурн, опять закаркал? Разве я тебя чем обидел? Я и так от любых подарков не особен, но довидел. Тайный счет имей душу краткой, как положено вещей в телеце, заглянуть в твою тетрадку. На последней ее странице может в знаке твоя некая. Я судьбы расшифрую староки, это что за тоска такая, из души моей тянецоги. Кореон мне скажет, братка, под запретной табой запрошенным, я утешу себя догадкой. Чтоб хоть птицей в беде не брошен, я и грибами закачали, небо застели голубое. Может, не было б той печали, я бы не был самым собою. Может, не было б той печали, я бы не был самым собою. Опискал бы слава другие, эту песенку прикрозил. Госпожа моя гостагия, отпусти меня по своей оси. Госпожа моя гостагия, отпусти меня по своей оси. За окном тюрьма, за окном гроза, ни деревьев, ни лица, ни рук. Превосходный повод закрыть глаза и посмотреть вокруг. Может, он приоткроется, третий глаз, тайный спутник моих ночей. И подумай, что переполняют нас, не вносят дневных лучей. И от них устал, и от них продрог чертых, а из Творца Кляня. Если он с людьми сам ладать не смог, что он требует от меня. Мне бы самим собою концы свести, а не жить от войны ко военей. Так что, пуля дура, иди свести где-нибудь в стороне. Я к жене и к сыну прижмусь нежней, убаюкай меня сверчок. В мире есть немало вещей важней, чем спусковой крючок. Но судьба коварна, судьба груба вызывает по одному. И когда заплачет в ночи труба, я ружьем со стены сниму. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м, камон. Нынче выдался день такой Сердце вдруг обрело покой Теплый дождик незримой кисточкой Вылил радугу над рекой Птичьи фрил в городском саду Расстрезвонил, что я иду И мечтами в своей копилочке Громко звякал на ходу Шел в кино, я ты из кино Мы почти разминулись, но Наши взгляды случайно встретились И растаял от эскимот Я, как вкопанный в землю рост Попелел до корней волос По одним и по тем же улочкам Столько лет мы ходили в рост Сердце ел бы этого разновой Все решилось само собой Пусть еще ничего не сказано О шаре клертится твой Птица и луга не свисти Мне не может повезти Но ладони спит зайчик солнечный Нам сегодня с ним по пути Па-па-ра-па-ра-ра-ра Па-ра-па-ра-ра-ра Но ладони спит зайчик солнечный Нам сегодня с ним по пути Я смотрю на него с высоты крыла И вопрос мой не утолим Для чего судьба меня так вела Блоклавый Ерусалин В этот город сползающий из двух холмов Чей невидимый глазу свет Помутил не один миллион умов За последних три тысячи лет Странный город ты выдумал цель давить Охмурил он мою семью Вещих снов толкования он хранит За печатями, за семью Я молчанию этому даже рад Знать, чтоб руку грядущий день Пусть его заслонит от меня Мой город занавесит, затянет в тень Это теньет как и горчит как дым Но пока еще время есть Дай мне воздуху, ой, Ерусалин Дабы встретить дурную весть И невесть откуда петух кричит Так же глухо кричит, как встарь Храм разрушен, но выстрела ждет в ночи Ненасытный его алтарь От тревог дорог белым-бела От озноба бела-белым Для чего судьба меня так вела? Блоклавый Ерусалин В белый город, сползающий С двух холмов, чей невидимый Глазу свет Помутил не один миллион умов За последних три тысячи лет Он источен в ладой соленых глаз Глубже, чем дождевой водой Боже, может хотя бы на этот раз Ты его обойдешь бедой Но уже назначен и день, и час Равнодушия нетая Боже, что ты затеял на этот раз И зачем тебе нужен я? Миша Ленчаров Михаил Ленчаров Пока Миша выходит Я скажу, что и я, и Миша Карпачев И Миша Ленчаров В Минске входили в такое объединение Радуга в свое время И вот это я почти всей радугой Или такой секции радуги Мы вошли ввесь Ну, Миша, тебе это слово Что сказать? Спасибо Попробую прочитать немножко Это старый сборник Еще, наверное, даже до... Нет, не до, но почти А стихотворение здесь есть еще и постарше Вот одно, наверное, самое старое Что-то мне хочется его прочитать Мне привиделся город старинный Полн крыш черепичных коров Щели улиц и всплеск голубины На пустых площадях поутру Старый дом был похож на орган Так он был величав и созвучен мостовым переулком Певучим шпилем башен Косым облакам В этот дом собирались друзья Пели песни, песни, старые вины Поднимали в бокалах старинных Пели за полночь время дразня Время мерно по кругу ползло И колесикам тихо стучало Все стирало оно, поглощало Только их удержать не могло А друзья веселились Один, сев на стульчик в углу отдаленном А грядущим рассеянным звоном Заставлял говорить клавеси Пела девушка И в полутьме дым из трубок Струился клубами И поэт, отвернувшись к стене Шевелил отрешенно губами И, сверкая на створках окна На столе, на бокалах, на струнах Раступала сквозь ставни луна В обрамлении листьев чугунных Довольно старенькое такое стиротворение Мы вообще там в весе почти все каким-то образом Касались бардовской песни Потому что в весе я имею ввиду вот в этой радуге Минском, это объединение Поскольку оно И в весе тоже И в весе тоже, да Поскольку это объединение Оно возникло после того, как Ну, скажем, разогнали городской клуб авторской песни Ну и Мы прибились туда Под солнцем нежится земля В саду играет дудочка О том, что близится зима Она не знает дудочка Под окнами, где прибыла В саду танцует папочка О том, что лето минуло Она не знает лапочка И пристает на цыпочки Взлетая к подоконнику И травяные скрипочки Обыгрывают тонику Их шелковая музыка Ликует безмятежная И жизнь легка У мотылька Пока земля Бесснежная Зеленый, желтый, золотой На кленах листья красные Какой отродной красотой Сверкают дни прекрасные Я тоже ноту Выдаю Ах, дудочка Игра свистит Я сам в душе Завидую Твоей беспечной Радости Я тоже Ноту Выдаю Ах, дудочка Игра свистит Я сам в душе Завидую Твоей беспечной Радости Прошу прощения За некоторые врехи Дело в том, что Отличим Остальных я Регулярно не выступаю Точнее Уже давным-давно Не был на сцене Вот Вот песня Песня такая Совсем недовольная Ну кто Тебя порадует Ну кто Тебе Споет Твои грехи Оправдывает Скинуть Не дает Кто-то Крой Иголочкой Прорвет В душе Нары Завьет Тоску Веревочкой Дыхание Отворит Глаза Прикрыт Заблудится С улыбкой На устах Вдвоем С тобой Заблудится В несбыточных Мечтах Парит Творит Искусница Приносит Этот Мед В ад За тобой Спустится И в рай Тебя Возьмет Покуда Души Грешные Влекутся На убой Она В мир Нездешний Возьмет Тебя С собой Хрустальные Созвездия Надзвездные Края Она Одна Поэзия Заступница Твоя Аплодисменты Аплодисменты Простите, но сейчас я соберу затуху. Скажите, мой друг, отчего так ранимо Бессмертное, вечное наше анимо? Быть может, нет, она не бессмертна, не вечна, И нам не жалеть ее бесчеловечно. Ах, нет, она вечно, бессмертна, неклентна, Она после нас будет жить непременно. Быть может, не так, как когда-то мы жили, А так ли мы правильно жили когда-то? Во всем, что когда-то любить не будет свято, Во что ее сами когда-то вложили. И все же, мой друг, отчего так ранимо Бессмертное, вечное наше анимо? Укрыться не хочет, подчерствуй корою, И так ее мелочи ранят порою. Мой милый душа не умеет иначе, Пока она есть, под корой не таится, На все откликаясь смеется и плачет, Забыться не хочет, и смерти боится. Стрекочет в траве этот чуткий гузнечик, Играет в листве этот трепетный лучик. Спасает она, утешает и лечит, Покое лишает, терзает и мучает. И все же, мой друг, отчего так ранимо Бессмертное, вечное наше анимо? Бессмертное, вечное наше анимо. Такая новейная хайта, знаете, Называется «Баллада двух драконов». На заре ослепительно белый дракон Подлетает к горе, Опускаясь на скальный уступ, Как на троны к нему. Из ущелья, Из бездны туманом густым, Залитой прилетает дракон золотой. Я бы мог Описать, как сверкает его чешуя, Так под солнцем блестящий поток Окипает преграду и бьется живая струя, Как вздымаются крылья львов, Полыхая прозрачным огнем. Первый луч золотого рассвета Играет на нем. И дракон золотой говорит, О, мой древний мудрец, обрат, Объясни, отчего? И я мечаю, и жизни не рад, Отчего без отрады Порю я над твердью земной в небесах, Где никто не посмеет сравниться со мной. Сверху вижу Пылинки лесов и полотна полей, И селенья людские подпластные, В ней покорные поля моей. Между розами скал и широкой реки серебристый клинок, И все это мое. Отчего же я так одинок? Бросит пристальный взгляд Из-под тяжка сощуренных век, Молвит белый дракон, Мой брат, Поселился в душе у тебя, Человек, Если ты не сумеешь Себя одолеть и покоя врести, Он получит свое воплощение, Он будет расти далеке от тебя. Затерявшись в безликой толпе, Но все время, всю жизнь Неосознанно будет стремиться к тебе, И пройдя долгий путь Приключений, скитаний и битв, Он сойдется с тобой в борьбе. И один из вас будет убит. Дальше мне не дано рассмотреть, Что начертано будет судьбой, Но сразивший себя все равно В полной мере не станет собой. И герой-победитель, неважно, дракон он или человек, Суждет без утраченной части страдать целый век. Так сказал, умолкает, и клонится гордая шея его, С золотой улетает в туман золотистый, И вот уже нет ничего, ни ущебья, ни скал. Только белая перед глазами стоит пелена, И дальнейшая наша судьба никому не видна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в Москве, на кухне у Андрюши, и особенно наша благодарность ему за то, что он сумел как-то равновесие всех наших устремлений удержать. Ну это все, ну что же, это не получилось бы без Леши, не получилось бы без тебя, без меня. Но общий мотор, конечно, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Без Фроловой, может быть, даже идея вот так она не дошла. Зампой. Да. Вообще, вот так смотришь, конечно, на ребят, это как будто собрались трогать гномы, хоббиты, всякие эльфы, идти в какой-то поход, там, непонятно, с неизвестным кольцом, где это кольцо, в общем, что-то такое. Ну, действительно, я предисловие это написал, что вот это вот понятие овесия, обнимающая такой деревни, русской культуры, поэзии, оно обнимает действительно всех. И Леша называл уже имена наших старших товарищей, ровесников. Они тоже входят в этот, не в этот альманах, они входят строчками, каким-то любовью. Я не знаю, причем даже вот между нами это очень большой контраст. И эстетические какие-то, может быть, и поэтики контрастные, но оно-то и дорого. Оно-то и дорого. В общем, я сейчас хочу несколько таких посвящений исполнить старшим, моим любимым, собственно говоря, поэтам. Одним, не всем, но, несколько. Покидая Париж Вспоминаю, была так вот жива. Небрежно, покасательно, пока ушам поет, Витает взгляд внимательный, и город узнает. С бульварами, шантанами, с мостами на реке С июньскими каштанами Вращаясь на легке, погибая Париж От судьбы над судьбой Шарик в небе парит Голубой, шарик в небе парит Голубой, арбат внизу останется Гитаря, табачок, мелодия, красавица И серый пиджачок Еще слова бездомные Тбилисская лоза Российские бездомные Смолецкие леса Покидая Париж От судьбы над судьбой Шарик в небе парит Голубой, шарик в небе парит Голубой, шарик в небе парит Голубой, шарик в небе парит Память Бориса Чичебавина Она написалась в августе Десятого года, когда Россия горела А я был вынужден, так случилось Улетать в благополучные края И вот вспомнить старика Он создан был из вещества Библейского пророка Из нищеты, из торжества страдания Из слога Державина, сковороды Он той же самой был руды Как бы он молнией внутри Из вилистого дуба застрявший был Ей Бог замри Скомандовал сугубо Тому назад семнадцать лет Заметил это Рейн, поэт Навек поверив в правоту гражданскую По сути, добро и пользу, красоту В одном он нес сосуде Меня же грозно обличал он В измене пушкинским началом Не понимаю вам, Андрей, за... Колючки дыбились бровей От гневных чувств избытка Не понимаю вам, Андрей, зачем это Улыбка противоречила словам Про мой кромешный стыд и срам Где трубный голос, где стихи Без меры и без вкуса Где чудный гений, от сахи Привычурная муза, гражданство нежного Где братство, где правда без лицеприятства Щадят под муромом леса Объемлет смрад отчизну В чужбине, воя вроде пса Один справляют ризну Уже ли пойдет вновь брат на брата До сели пусто, место свято И вот стихотворение Называется «Блаженный» Посвящается Венемину Блаженному Поэту из Минска Тоже вышло Значит, эпиграф из его стихотворения Я цепочку Да, тут весь сюжет здесь перед вами Михаил Карпачев Несколько лет меня уговаривал Познакомиться с неизвестным мне минским поэтом Я думал, ну вот еще один минский поэт И я с ним познакомился И понял, что не хочу от него отрываться Хочу быть рядом с ним И стал знакомить с Венем Михайловичем Всех, кого можно И Лену Фролову, и Мишу Кончалова И Андрея Анпилова Андрей написал статью Которая попала в Литгазету Тогда это было очень важно И Михайлович это заметил То есть, произошел такой какой-то вот Обмен Обмен энергиями Вниманием И, пожалуйста Там был еще крохотный эпизод Я в конце 90-х Диме говорю А ты знаешь вообще Эти штаты? У вас минский поэт вообще В конце 80-х В конце 80-х, да, конечно Но вот он говорит Ну я знаю, что есть Я его незнакомый Говорю Ну познакомься, что ты в Москву Там вот ездишь, поразговариваем Тебя же У тебя есть собеседник рядом На соседней улице И это произошло Вот эпиграф Из пневмена блаженного И незаметно он ногой Выделывает танец Простоял один на свете В поле налегке Словно столбники и дети На одной ноге Святым духом пропитаясь Виден из долин Раскаленного касаясь Краешка земли На еврейское на счастье И на вечный срок Был веселый на запястье Выбит номерок Слева яма, справа яма В небесах звезда Все на помощь Мама, мама Звал и звал Христа Кошки, бложки и обрашки Малахольный сброд В круг садились заморашки И глядели в рот Подвывали Мама, мама Выплакав глаза Словно вылое Из-под храма Яма в небеса Звездам жалуется Вздорный, сорный генофонд Украшает столб Позорный Черный горизонт Тонкий Словно одуванчик Небо золотит Пританцовывает мальчик Дун и улетит Я хотел бы спеть одно Это первое посвящение Из написанных 2003 года Елене Шварц Меня как раз Дима с ней познакомил В свое время И больше я с ней не разлучилась Ну, духовно Вот Потом очень много статей Было текстов Воспоминаний Других стихов А это вот первое Письмо Их сорок или пятьдесят Моих последних истин Уши морозы не грозят Живым цветам и листьям Хранятся дома и в тепле Души черты и знаки Заветаны стопкою в столе Из списанной бумаги Заветаны стопкою в столе Из списанной бумаги Они пришли почти с луны Сигналы о спасении С далекой призрачной войны Скупые донесения Они пришли ко мне со мной Стихи и почерк странный И легкий запах И легкий запах Неземной Родной И иностранный И легкий запах Неземной Родной И иностранный Там на луне На небесах Они в краю свободы И перевесят На весах Врось прожитые годы И быть может вмиг Что упадет От мира не зависит Последней луковкой Пойдет Вот это связка письма А все, что было Наяву Не стоят строчки чудные И сладкая При ней живу Собакою приблудной По письмам Незарытый Коват Сокровища Италия На адрес мой В мой тихий ад Отправленный Случай На адрес мой В мой тихий ад Отправленный Случай В мой тихий ад Отправленный В мой тихий ад В мой тихий ад В мой тихий ад Перед тем, как нам выйти на перерыв Я спою Более бодрую песню Значит, это одно из там Десяти посвящений Михаилу Кучеткову Такой усатый У меня У нас, собственно говоря Наш друг Когда-то В середине Восьмидесятых Он Позвал меня с собой Съездить к нему На историческую родину Он грузин Наполовину И мы съездили Ну вот я вспомнил Там все понятно В песне Кроме Цханэти Это дачная местность На Тбилиси На Кавказе есть гора Немножко ее с акцентом Надо исполнять Ночью Ночью На Тбилиси На Тбилиси Ночью Ночью На Тбилиси На Тбилиси На Тбилиси На Тбилиси Робертина И на Ветер И на Тбилиси И над Суэтовым Ветер с гор И ветер с моря Сон Купе Сан-Франциско Будет вскоре Сана-Трапе Все исполнится Планета Города А запомнится Лишета С Транада Все исполнится Планета Это континенты города, а запомнится лишь это, не назвали странно, да, но вчера натошенит немного, вае, 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 поется горная дорога, в рай, в рай, в рай, есть у нас кино солгуни, литр вина от тбилиси до сухуми, ай-на-я-на, ай-на-на. Давайте чуть-чуть перекурим и вернемся.